Состояние животных в китовой тюрьме ухудшилось. К таким выводам пришли специалисты Министерства природы России, которые совместно с Генеральной прокуратурой посетили бухту Средняя 1 марта. Кроме того, в вольерах сократилось количество животных. В Приморском центре их содержат с октября прошлого года. Когда только начались разбирательства по факту незаконного вылова, в вольерах находилось 90 белух и косаток. По последним данным, там содержится уже 87 белух и 10 косаток. Сотрудники центра уверяют общественность, что животные уплыли. Экологи уверены, они погибли. Помимо незаконного вылова, возбуждено также дело по статье «Жестокое обращение с животными». Расследованием занимается Следственный комитет России по Хабаровскому краю. За ситуацией в Приморье следят в федеральном центре. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ожидает окончательного решения проблемы так называемой китовой тюрьмы в течение ближайших суток. Репортаж Александры Тепляковой. Так сейчас выглядят несколько косаток и белух. На теле млекопитающих – черные пятна и язвы на плавниках. Фотографии сделаны 1 марта журналистами. Некоторым представителям СМИ удалось попасть в китовую тюрьму, несмотря на препятствия, которые чинят сотрудники центра. На основе этих фотографий ученые делают выводы, что состояние животных резко ухудшилось. Заметно ухудшение состояния кожи многих особей по сравнению с нашим обследованием в январе. На фотографиях, сделанных 1 марта, у животных видны язвы и образования, которые могут быть признаком грибковых, бактериальных и вирусных инфекций. Эксперты уверены, что главная причина заболеваний – это снижение иммунитета из-за стресса, который постоянно испытывают узники китовой тюрьмы. Кроме того, животным тесно в вольерах инфекция распространяется быстро. Чтобы поставить точные диагнозы, необходимо детальное обследование каждой белухи и касатки. Сейчас по всему миру общественники собирают подписи в защиту приморских белух и касаток, в числе подписавшуюся даже голливудская звезда Леонардо Ди Каприо. Президент России потребовал решить судьбу млекопитающих до 1 марта, которое прошло 4 дня назад. Сегодня из Кремля поступила новая резолюция – предоставить отчет до конца нынешнего дня. В Москве он еще не закончился. Тем временем, по сообщениям экологов и журналистов, несмотря на уголовные дела, сотрудники центра продолжают приручать касаток и белух и готовить их к эксплуатации в дельфинарии.